Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.2024 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Обращения полные возмущения и даже отчаяния охватили треть страны. Вот уже месяц, как фельдшеры скорой помощи пытаются отстоять право на повышенные социальные выплаты. Их этой весной постановлением правительства страны ввели для медработников сел и малых городов. Ежемесячная прибавка составила в среднем от 30 до 50 тысяч рублей. Но не для всех. Правительство своим постановлением просто выкинуло службу скорой помощи из категории медицинских работников, которым полагались выплаты. Неужели скорая помощь перестала быть первичным звеном? Неужели наша работа менее важна? 32 региона, 66 коллективных обращений в разные инстанции и единая онлайн-петиция. В начале месяца ее подписали 18 тысяч человек, сегодня уже больше 27. Проблему начали обсуждать в ЗАГС-собраниях разных регионов и ею озадачились депутаты Госдумы. Многие из них направили запросы в правительство России. Я знаю, что на данный момент во исполнении этого обращения Мишустиным к Владимировичам даны поручения заместителю председателя правительства Голиковой совместно с Министерством здравоохранения проработать этот вопрос. Общался с коллегами из нашего региона, с нашего Минздрава. Их уже, как все другие территории, приглашали в федеральное министерство на предмет того, чтобы заслушать ситуацию. В общественной приемной депутата Александра Терентьева добавили, правительство страны собрало комплексные данные для анализа ситуации. И уже до мая должен быть ответ по фельдшерам. Между тем, начали поступать обращения от медработников других специальностей. С 15 апреля в общественную приемную депутата Александра Терентьева стали поступать жалобы от фтезиатров. Какова ситуация здесь? Фтезиатры и еще ряд специальностей, ряд направлений – это наркология, психиатрия, венерология – не входят в программу медпомощи по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию. И этих работников тоже обошли этим постановлением. И в настоящее время, конечно, тоже есть такое возмущение. В рядах медиков сейчас не то чтобы раскол, говорят эксперты, но явный дисбаланс в зарплатах. Нередко специалисты того же уровня, но с большим стажем, получают в разы меньше. А что касается службы скорой помощи, здесь с нетерпением ждут решения правительства. Для того, чтобы нам заработать эти 35 до 40 тысяч зарплата, нам надо работать на две ставки. На две ставки, чтобы работать. То есть мы живем, можно сказать, на работе сутки через сутки, сутки через двое. И поэтому уходим на ставку многие для того, чтобы понимало руководство, что как можно вот так вот работать за такие деньги, чтобы и жить на работе, и такую зарплату получить. Фельдшеры рассказывают, что в ряде регионов их коллеги уже переходят на работу в ФАПы. Там спецвыплаты сейчас повышенные. Кто-то вынужден ехать на вахты. Такое ощущение, говорят они, что от службы скорой помощи скоро ничего не останется. А это чревато рекордными задержками на вызовы. Елена Макаренко. День с толком.